Привет, друзья! У нас, как обычно, солнечная погода. Как обычно, орёт кот. И собаки вокруг гавкают. Ну, только один чижик, спокоен. Да? А котик, конечно, трётся хочет. Кошечку где-то найти. Качается. Что ты будешь делать? Качается. Кошечку хочешь, да? А кошечки разбежались. Безобразие. Конечно, весна на дворе. И кот не может успокоиться. Посмотрите, как цветут подснежнички. И ещё у нас расцвели, конечно, кроме вот этих цветочков, расцвели ещё и другие. Посмотрите, какая красота. Жёлтенькие, прям как солнышки. Расцвели вот такие цветочки. Так что всё цветёт. Всё цветёт. Весна, весна. А кошечки валяются в своей постельке, в коридоре. И даже не мечтают о котиках. Тем более, что они у меня стилилизованы. Ну, а Даная, конечно, на подоконнике. Вот она на подоконнике, а на улице солнышко. Конечно, здесь очень даже хорошо. В общем, повсюду цветут цветы. И, конечно, это радует. Потому что в связи с этим и настроение другое. И когда солнышко, особенно после зимы. Ну что, Чижик, ты почему кашляешь? Чижик у нас закашлялся. Так что настроение прекрасное, потому что светит солнце. В общем, красота. А у нас тут, знаете, я вот слушала новости. И, в общем, знаете, немножко тревожит меня одна ситуация. А ситуация с Приднестровьем. Ну, как вы знаете, у нас тут Молдова 30 минут езды. И Приднестровье тоже совсем рядом с Одесской областью. Можно сказать, вообще, на одной территории с нами. И это, конечно, немножко тревожит. Послушала я некоторых аналитиков. Потому что я, знаете, пропагандистские СМИ не смотрю. А я слушаю политических аналитиков, которые как-то немного в этом всем разбираются. Ну, и делаю выводы. Потому что, знаете, сейчас никто не может знать что-то наверняка. Но вот, знаете, ситуация в том, что вроде бы как какие-то провокации идут, что могут расшевелить эту ситуацию с Приднестровьем. Потому что, как вы знаете, там контингент российских войск. Ну, или там какая-то... В общем, какая-то часть стоит в Приднестровье, российская. И, конечно, Украине это не дает покоя. И некоторые говорят, что провокации могут быть со стороны Украины. Другие говорят, что Россия может спровоцировать, что вроде бы там может высадиться российский десант. Ну, конечно же, мы с вами не можем знать, что из этого правда. Но вроде бы... Вроде бы с российской стороны сказали, что этого не может быть. Потом с нашей стороны Зеленский сказал, что ничего не планируется, никаких движений с нашей стороны. Но верить ему, знаете, после того, что он пообещал на выборах и обманул почти весь украинский народ, у меня лично к нему веры нет. Поэтому верить, не верить, это, конечно, дело каждого. Вот. Ну, мое мнение, вы поняли. Я не особо этому верю. Но вот я еще слушала молдавскую сторону. Ну, вроде бы тоже они сказали, что они как бы тоже не претендуют ни на какие провокации, ничего, в общем, ничего не предвещает. Но, как всегда, ничего не предвещает, но мы нервничаем, переживаем, знаете ли. Потому что это непосредственно в близости, в близости с Одессой, с Одесской областью. Поэтому, конечно, такая вот тревожность у нас существует. Ну, будем надеяться, что это всего лишь слухи. Но я, знаете, раньше была такая оптимистка и никаким слухам не верила. Еще помнится мне перед войной, когда по всем каналам говорили о том, что российские войска собираются у границы и что-то там намечается. Мы, знаете, вот с моим мужем так это думали. Ну, и что там, какие-то учения, там где-то что-то, и это всего лишь сплетни ходят, ничего особого не будет. Уже, знаете, с 14-го года вот эта вот движуха происходит, но вроде бы вся в таком, знаете, затихшем состоянии. А не тут-то было. Знаете, наш оптимизм куда-то девался 24-го февраля, а до этого мы считали, что то, что поговаривают, это всего лишь всего лишь нагнетают ситуацию. Так вот и в этом случае, знаете, поговаривают и все отрицают вроде бы, что никакие провокации не намечаются, ничего не предвещает, но настороженность все-таки какая-то есть и очень как-то небезопасно. Вот, знаете, у меня есть подписчики из Тирасполя, вот в комментариях мы часто с ними общаемся, вот интересно, напишите, что у вас там в Приднестровье, что в Тирасполе слышно, потому что еще, знаете, лидер Приднестровья, Красносельский, по-моему, тоже вроде бы заверил всех в новостях, что ничего, ничего плохого вроде бы не намечается, поэтому все сказали, что, все стороны сказали, что все хорошо, но, однако, слухи о Приднестровье ходят, так что это немножко тревожит. В общем, жду в комментариях ваши мысли по поводу этого, может, кто-то что-то как-то знает более какие-то точные по этому поводу новости, ну, а я сейчас иду на кухню, у меня сегодня борщ, буду готовить борщ, а на улице такая погода, что не хочется даже в дом заходить, я, знаете, сейчас стараюсь больше быть на улице, потому что свежий воздух, солнышко, пока тепло и, конечно, чижик, чижик вместе со мной, да, красавчик, вот, так что подышали и идем готовить кушать, потому что надо будет мужа кормить. Вот наш урожай перцев, посмотрите, сколько много, а вот эти два первых уже созрели и Саша один отсюда уже отрезал и вот уже снимает пробу кусочек даже откромсал в борщ, да? Ну, и как? Остренький? Ну, то есть не сильно острый? Жгет, но приятного аппетита, так что свой урожай перца в марте месяце уже можно кушать.